У меня только один вопрос Зачем? Для кого? Кто его купит? Всем привет! Вы на моем втором канале и сегодня мы поговорим с вами про новенький смартфон который показали в Барселоне Energizer с аккумулятором аж в 18000 мА Это просто космос! Сейчас мы живем в такое время, где почти у каждого рядом есть розетка и покупать такой смартфон, ходить с ним реально мучится потому что по-другому это не назовешь Стоит ли оно того? Я думаю, что нет Даже если рядом с вами не бывает розетки то на работе все равно у каждого есть розетка Я еще делал так На работе закидываю перед уходом на зарядку Когда уже ухожу, забираю телефон полностью заряжен никаких проблем И дома даже можно не заряжать У меня вот такое ощущение, что как будто взяли дисплей вот чисто дисплей и приклеили его на кирпич Вот именно такое ощущение у меня, когда я смотрю на этот смартфон Делите минутку времени своего и напишите в комментариях что думаете вы по поводу этого смартфона Как заявляет производитель, этот смартфон в режиме ожидания может прожить аж 50 дней Это почти 2 месяца Знаете, это все фигня, честно говорю Это все фигня Вес, характеристики там, да Емкость аккумулятора Это все фигня Самое главное, знаете что? Это цена Цена, производитель заявил 680 долларов Соответственно, пока до нас доедет А это будет совсем скоро Цена дойдет до 900 долларов 900 баксов за вот этот вот кирпич За 900 можно купить Galaxy S10e То есть, вы понимаете разницу вообще? Нет, я раньше тоже был фанатом таких смартфонов Но я покупал, извините Я помню, Аукетел я покупал на 10 тысяч миллиампер Но он не был таким громадским Я покупал Дуги, помню, на 7 тысяч миллиампер Так и цены там были адекватные 150 долларов, 170 долларов Даже за 130, по-моему, я покупал Вот это я понимаю Но не 900 баксов, ребят Скорее всего, производитель знает, что Продажи у них будут вообще ни о чем И если не провальные совсем Потому что этот смартфон на любителя Если купить такой смартфон Ну, все твои знакомые, поверь ты мне Будут ржать просто над тобой Потому что каждый раз, когда смотрю на этот смартфон Мне становится смешно Я не могу удержать свою улыбку Ладно, давайте посмотрим, что предлагает нам производитель За 680 долларов Давайте посмотрим характеристики Итак, наш Energizer PowerMax P18K Pop Наконец-то я выиграл название этой модели Имеет 6,2 дюймовый дисплей 2280 на 1080 пикселей Двойная выдвижная передняя селфи-камера Одна на 16 мегапикселей И вторая на 2 мегапикселя Сзади у нас тройная камера 12 мегапикселей Плюс 5 и третья у нас на 2 мегапикселя С автофокусом Процессор у нас Mediatek Helio P70 Восьмиядерный Графический чип у нас Mali-G72 Оперативы 6 гигабайт Внутренний 128 Есть поддержка microSD Но нету 3,5 мм джека То есть наушники вставить и послушать музыку вам не удастся Хотя с таким корпусом, мне кажется, можно было даже HDMI-вход приделать Ну, аккумулятор, как вы уже знаете, на 18000 мА На борту у нас Android 9 Сзади такое очень интересное глянцевое стекло Как я уже говорил ранее, производителям заявлено 50 дней работы в режиме ожидания 2 дня просмотра видео Или же 90 часов звонков При этом всем есть поддержка быстрой зарядки И чтобы вы понимали, с этой быстрой зарядкой он заряжается за 9 часов от 0 до 100 Характеристики, сами видите, тоже не о чем мы И за такую цену это реально просто Проще просто купить повербанк и носить с собой Что думаете вы по поводу этого смартфона? Пишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях Всем спасибо за просмотр Пока-пока, до скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok